Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу снять для вас видео о том, что я беру с собой для поездки на море. Сразу скажу, что завтра выйдет влог, который я начну сегодня вечером, потому что мне нужно вам рассказать некоторую информацию, потому что планы мои кардинально изменились. Вот она, хатичка, кстати. И давайте начнем, наверное, с электроники. Обязательно посмотрите этот влог, потому что планы действительно изменились. Что я беру с собой из техники? Телефон, естественно, на который снимаю. Наушники. Планшет вместе с зарядным устройством. Вот оно подключено сразу. Потом беру зарядку для телефона свою. И плюс еще мне моя подруга Лариса дала провод запасной на всякий случай, потому что мой может в любой момент ёкнуться. И также монопод. Дальше давайте поговорим, наверное, о том, что я возьму с собой в чемодане. Но я не стала пока это класть в чехол, потому что туда еще папины вещи пойдут. Обязательно беру с собой молочко для тела, потому что у нас будут там гели-шампуни, естественно. Но вот такая вещь нужна на море для того, чтобы ухаживать за телом. Беру умывалку для того, чтобы смывать косметику. Плюс зубную щетку. И расческу положу с собой в ручную кладь, потому что надо будет привести себя в порядок. После долгой дороги. Потом я с собой возьму еще вот эту вот сумочку от Evroche, потому что она плоская. И я в последнее время, вы знаете, очень люблю вот такие сумки-мешки, потому что это очень удобно. В ней у меня лежит косметичка, вот как раз комплектом от нее. Тут у меня косметика некоторая и увлажняющий крем еще для лица. Потому что мы будем жить в городе, и как бы нужно выглядеть нормально, потому что мы будем часто выходить. Хотя обычно я косметикой не пользуюсь на море. Но, естественно, никакую парфюмерию с собой не беру, потому что когда жарко, это очень и очень плохо. Ручную кладь я, кстати, повезу вот в этом своем любимом голубом рюкзачке. У меня сюда все влезет. И коль мы заговорили о ручной клади, давайте покажу, что у меня поедет в этом рюкзаке. Это поедет в чемодане, скорее всего, это кодификатор по истории. Здесь у меня даты по всеобщей истории, которые я должна буду все-все-все выучить за отдых наш. Вот этот блокнот поедет в ручной клади. Я уже некоторые странички заполнила. Плюс еще, ну вот, которые именно касались сбора. Остальные будем заполнять с вами во влоге. Потом беру с собой вот этот блокнот, потому что здесь я выписала темы для видео, какие я буду снимать там. Плюс я беру с собой английский. Вот это тоже будет в чемодане. Здесь два текста и задания к ним. Для своего блокнота, вот этого путешествия, беру три своих самых любимых ручки. Тут еще нет фиолетовой, но мне достаточно трех. И вот это вот как раз будет уже в чемодане. Это грамматика, которую я буду делать по дороге. Это правило и рабочая тетрадь. И плюс, конечно же, пенал с обычными там корректорами, ручками, карандашами и так далее. Теперь беру с собой два полотенца пляжных. Один с дельфинчиками и один за этот вот фурклотивовский дешманский, который там когда-то в подарок выдавали. Но мне они нравятся. И теперь давайте поговорим уже конкретно о наполнении чемодана. Здесь у меня лежат украшения. В сундучке кольца и серьги. Там браслеты внутри. Здесь у меня вещи личной гигиены, которые я вам показывать не буду. Кепка обязательно моя любимая. Для того, чтобы спать, беру обычный вот такой вот шелковый топ. Купальник. Естественно. И пошли майки. Обычный вот такой бордовый топик. Потом боди полосатый. Беру свою футболку с логотипом канала для того, чтобы снимать видео. Вот такую вот розовую футболочку, у которой спина такая вот открытая. Потом беру юбку в пол белую. Беру шорты для того, чтобы ходить на пляж. И также беру еще одну юбку, уже покороче, но все равно достаточно длинную, как вы видите. Поеду я вот в этих вот черных джинсах рваных. Вот в этой вот кофте. И в босоножках. Из обуви со мной поедут только две пары. Я подстерила, потому что они грязные. Сланцы. Естественно, для того, чтобы ходить на море, принимать душ. И вот эти очень классные новые босоножки. Их мама покупала моя себе. Но она их носить не стала, поэтому пожертвовала мне их с царского плеча. Они абсолютно не ношены. Это единственное. Я там второй день вот сегодня в них ходила. Они очень классные, потому что у меня мама всегда покупает хорошую обувь. Она ее носит там по шесть лет. То есть качественная и удобная. В принципе, это, наверное, все, что я беру с собой. Получилась у меня тут такая кучка солидная. Но я думаю, сейчас все это, когда ляжет в чемодан, получится не так уж и много. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И вы ждете влоги из моей поездки. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока.